Мой доклад называется Фальшивые уравнения и коэффициенты Максвелла В современной физике, в которой считается, что все якобы подтверждено экспериментально, большинство без экспериментов Имеется множество серьезных ошибок, затрагивающих основы всей физики Вот некоторые из них. Точнее, это не ошибки, а преднамеренное жульничество, связанное с Максвеллом Ошибочное утверждение о существовании в природе электромагнитного поля Нет ни экспериментальных подтверждений и, соответственно, математическое описание Максвелла Электромагнитного поля вместе с исходными уравнениями не соответствует действительности И противоречит законам Кулона Ампера Фарадея Кроме того, коэффициенты пропорциональности в формулах Кулона и Ампера также сфальсифицированы Максвеллом Теоремы Гаусса и Биусавара Лапласа ошибочны и не имеют физического смысла И многое-многое другое Максвелл предполагал, что электромагнитное излучение представляет собой электромагнитное поле О том, что это всего лишь предположение, написано в любой энциклопедии Экспериментально это никогда не подтверждалось Заглянем в любую энциклопедию и убедимся, что никаких доказательств, подтверждающих существование электромагнитного поля Вытекающего из законов Кулона Ампера Фарадея Ленца не существует, а тем более экспериментальных Напротив, предположения Максвелла, как сейчас увидим, просто противоречат законам Кулона Ампера Фарадея Ленца А что есть? Только предположения Максвелла Фальшивые исходные уравнения и фальшивые коэффициенты в формулах Кулона Ампера, введенные Максвеллом, не более Раз его предположение экспериментально не подтверждается, тогда Максвелл решил создать электромагнитное поле математически Смысл его предположений состоял в том, что электрическое поле создает магнитное и наоборот Таким образом, был как бы конец теории, но не было начала Экспериментально подтвержденного И это начало Максвелл стал придумывать Но начало должно быть таким, чтобы получилось именно то, что хотел Максвелл Для этого необходимо исходное подогнать так, чтобы все совпадало с ответом Так часто поступают нерадивые студенты, зная ответ Но, как сейчас увидите, Максвеллу пришлось производить подлог и фальсификации, прикрываясь именами великих ученых, экспериментаторов Максвелл первым нарушил введенное Галилео Галилеем правило, что все должно подтверждаться экспериментально Этим Максвелл нанес самый большой вред физике В математической теории Максвелла исходными стали четыре уравнения Математика, если не делать ошибок, наука точная Что поставишь на вход, то и получишь на выходе Нового она ничего не даст Для нового нужны эксперименты Если на вход поставишь уравнение, которое описывает, как из электрического поля получается магнитное Это первое уравнение А из магнитного поля получается электрическое Это второе уравнение То на выходе будет то же самое Первое уравнение Максвелла Ротор Е равно минус К ДБПДТ Максвелл назвал, это теорема Фарадея А у Фарадея такого нет Это не ошибка, а обман, подтасовка и подлог Фарадей бы возмутился этому У Фарадея его закон звучит следующим образом Электродвижущая сила индукция пропорциональна скорости изменения магнитного потока С учетом Ленца закон принимает вид В одной из энциклопедий к уравнению Максвелла данный рисунок кругового вихря напряженности Ротор Е электрического поля Из каждой точки которого рождается магнитная индукция Но в электрическом поле, поле заряженного конденсатора Никаких круговых вихрей, ротор Е, быть не может Совершенно аналогично подтасовано и второе уравнение Которое Максвелл назвал теорема Ампера Все приведенное в исходных уравнениях Максвелла Не соответствует действительности И противоречит законам Кулона Ампера Фарадея Ленца Которые ничего общего с фантазией Максвелла не имеют Очень наглядно подтверждает моя эфирная теория Электрическое поле возникает лишь тогда Когда появляется эфирная тень от других неподвижных зарядов Поэтому теорема Гаусса не имеет физического смысла Электрическое поле это потоки переизлученных эфирных частиц Между неподвижными зарядами Переносчики энергии силового взаимодействия Эфирные частицы фотоники Электрического поля вокруг одиночного заряда нет Вот формула электрической энергии вокруг двух зарядов Когда заряд один, то вторая обкладка конденсатора отсутствует Конденсатора как такового нет Емкость равна нулю Вот про емкость системы Си Фарада единицы электрической емкости Фарада это емкость конденсатора на обкладках которого При заряде один кулон возникает электрическое напряжение 1 вольт То есть электрическое поле может быть только между зарядами Электрическое поле это поле заряженного конденсатора Нет второго заряда, нет электрического поля Если два разноименных заряда соединить проводником, то по проводнику потечет электрический ток. Потоки переизлученных фотоников от отрицательного заряда будут отталкивать электроны к противоположному заряду. А потоки переизлученных фотоников от положительного заряда будут притягивать электроны к положительному заряду. Таким образом, электрический ток — это перемещение зарядов между двумя зарядами. Нет двух зарядов, нет и электрического тока между ними. Аналогично магнитное поле возникает лишь тогда, когда появляется эфирная тень от других движущихся зарядов. Поэтому теорева биосавара-лапласа также не имеет физического смысла. Если проводник с электрическим током один и прямой, то магнитного поля вокруг него не будет. Об этом говорит и формула энергии магнитного поля, выведенная из закона Кулона. Индуктивность одного прямого проводника с электрическим током равна нулю. Соответственно, не будет вокруг проводника и магнитного поля. Вот про индуктивность системе Си Генри, единица индуктивности. Генри равен индуктивности контура, заметьте, а не прямого проводника, в котором возникает ЭДС самоиндукции в 1 вольт при равномерном изменении силы тока в этом контуре на 1 ампер за 1 секунду. Что надо сделать, чтобы магнитное поле появилось? Вообще, слово взаимодействие подсказывает, что взаимодействие может происходить только между как минимум двумя компонентами взаимодействия. Магнитное поле – это потоки переизлученных эфирных частиц между проводниками с электрическим током. Переносчиками магнитной энергии силового взаимодействия являются частички фотоники. Энергия силовой взаимодействия электрических и магнитных полей переносится эфирными частицами в виде кинетической энергии. Другого вида переноса энергии в природе не существует. Как это происходит, рассказано в книге. Чтобы появилось магнитное поле, потоки переизлученных эфирных частиц от движущихся зарядов, необходима эфирная тень от других движущихся зарядов. То есть нужен второй проводник с электрическим током. Или прямой проводник превратить в виток. Условно будет два проводника. Появится эфирная тень между движущимися зарядами. И появятся потоки переизлученных движущимися зарядами фотоников. И электрическое поле, и магнитное поле – это результат взаимодействия либо между неподвижными зарядами, либо между движущимися зарядами. Итак, мы рассмотрели причины возникновения электрического поля, электрического тока и магнитного поля. Можно сделать вывод. Исходные уравнения, заложенные Максвеллом, в систему уравнений, мягко сказать, ошибочные. Одиночный заряд не имеет электрического поля. Это теорема Гаусса ошибочная. Такая же ситуация и с магнитным полем вокруг прямого проводника с электрическим током. Теорема Био-Савара-Лапласа также ошибочна. Первые два уравнения системы уравнений Максвелла, что Максвелл назвал и преподнес как теорема Фарадея и теорема Ампера, просто не соответствуют действительности. Первые два уравнения фальшивые. Электрический ток не создает магнитное поле. Магнитное поле возникает лишь тогда, когда есть несколько проводников с электрическим током или хотя бы один виток проводника с электрическим током. Электрические и магнитные поля – это результат взаимодействия неподвижных или движущих зарядом с участием эфира, переносчика, силового взаимодействия. Сказать, что из электрического поля появляется магнитное – нельзя. Это не соответствует действительности, заблуждения. В природе есть электромагнитное излучение всех диапазонов частот. Это фотоны. В настоящее время фотоны представляют как частицы, обладающие волновыми свойствами. Волна – это колебательный процесс, который распространяется. Считается, что колебания якобы совершают электрические и магнитные поля. Приводит рисунок Максвелла с напряженностями электрических и магнитных полей, плоскости которых расположены под углом 90 градусов друг к другу, а фазы совпадают. Но этим рисунком Максвелл противоречит всей своей теории, согласно которой электрическое поле создает магнитное и наоборот. А на рисунке оба поля то исчезают, то появляются неоткуда. Потому что, ведь фазы совпадают, соответственно, нарушается закон сохранения массы и энергии. Энергия и масса исчезать не могут, а также появляться из ничего. Это очень несерьезно. Кроме того, электрическое поле и электрический ток в нем создают заряды, а магнитные и электрические токи – где в фотоне заряды? Где в фотоне электрические токи? Чушь какая-то. Однако, что говорят об этом эксперименты? Фотоны разных диапазонов частот по-разному взаимодействуют с веществом, и поэтому наблюдаемые и регистрируемые эффекты разные, но не электрические, ни магнитные поля не обнаружены. Придуманным Максвеллом уравнение описывают какое-то поле, которое в природе не существует. Кроме этого, Максвеллу пришлось без экспериментов дополнить формулу законов Кулона и Ампера, введя в них коэффициенты, вычисленные один через другой, так, чтобы получалась придуманная им формула. Рассмотрим формулу закона Кулона, описывающую взаимодействие между неподвижными зарядами, и формулу закона Ампера, описывающую взаимодействие проводников с электрическим током, где К1 и К2 – коэффициенты пропорциональности. Эти две формулы получены экспериментально Кулоном и Ампером, кроме экспериментов по вычислению коэффициентов К1 и К2. Чтобы было понятно, что такое коэффициенты пропорциональности К1 и К2, необходимо рассмотреть формулу закона Ньютона. В 1683 году Ньютон на основании анализа законов Кеплера теоретически связал зависимость гравитационного взаимодействия между телами с расстоянием между этими телами. В те времена еще не существовало буквенных обозначений физических величин. Кроме того, все расчеты производились через пропорциональность другим величинам. Например, средняя плотность Земли – 5,48 плотности воды. Или масса Луны – 81 раз меньше массы Земли. В астрономии это применяется до сих пор. В 1798 году Ковендиш произвел эксперимент с целью определения средней плотности Земли с помощью крутильных весов, изобретенных Джоном Митчеллом. До некоторого времени гравитационная постоянная была не нужна, и Ковендиш, как и все другие, о ней ничего не знал. Впервые упоминание гравитационной постоянной появляется у французского физика Пуассона в трактате о механике, а это 1809 год. Численное значение гравитационной постоянной было вычислено много позже, но это был не Ковендиш. Кто впервые рассчитал численное значение гравитационной постоянной, историкам неизвестно. В конце концов, много позже эксперимент по определению гравитационной постоянной коэффициента пропорциональности, он же единичная сила, все же был поставлен. Что такое коэффициент пропорциональности? Коэффициент пропорциональности должен согласовать размерности левой и правой частей уравнения, а также содержать в себе численную величину единичной силы взаимодействия. Для первой массы 1 кг, для второй массы 1 кг и расстояние 1 м, эта единичная сила, а это показание динамометра или устройства, выполняющего роль, оказалось равной 6,67 на 10-11 ньютона. Эта единичная сила и является гравитационной постоянной характеристикой среды, которая переносит силовое взаимодействие. Эта единичная сила должна быть вычислена обязательно в результате эксперимента и не может содержать в себе никаких констант типа 4π, потому что между массами замеряется только сила взаимодействия. Формула Ньютона – это образец, как надо поступать в науке. С другими формулами по взаимодействиям дела обстоят не так хорошо, там коэффициенты пропорциональности фальшивые. В 1785 году Кулон экспериментально нашел зависимость взаимодействия между неподвижными зарядами, но коэффициент пропорциональности, как единичная сила, не был экспериментально вычислен. Тогда еще не знали, как измерять электрические заряды. В такой же ситуации оказался и Ампер. В 1820 году Ампер экспериментально нашел зависимость взаимодействия между проводниками с электрическим током, но коэффициент пропорциональности, как единичная сила, не был экспериментально вычислен. Пользоваться этими формулами было невозможно. Пока в 1864 году Максвилл теоретически не придумал коэффициенты сразу одновременно для формулы Кулона и для формулы Ампера. Так, чтобы из них получалась придуманная им формула, все равно единица, деленная на корень квадратный, ε0, μ0. Эти коэффициенты вычислены один через другой из скорости света. Придумывать формулы нельзя. Формулы должны быть только экспериментально подтвержденные. Однако в формулах Кулона и Ампера коэффициенты пропорциональности, так же, как и в формуле Ньютона, должны быть вычислены в результате экспериментов. То есть быть должны показания динамометра или устройства, выполняющего роль, как единичные силы, и так же должны согласовать размерности правой и левой части уравнения. В формуле Кулона коэффициент пропорциональности К1 является единичной силой и характеристикой электрического поля, переносчика силового взаимодействия или электрической постоянной. Только этот коэффициент может быть электрической постоянной. Аналогично К2 должно быть магнитной постоянной. Эта подмена коэффициентов является просто жульничеством, замаскированным якобы переводом размерности из СГС в Си. Эти коэффициенты должны быть экспериментальны и не могут состоять из набора констант. Теперь о самом процессе жульничества Максвелла с коэффициентами. Откуда и как Максвелл вывел коэффициенты пропорциональности к формуле Кулона и Ампера? Максвелл начал эту фальсификацию с определения единицы силы тока. Первое жульничество Максвелла. Вот эксперимент по определению единицы силы тока. За силу тока 1 А принимают такой ток, который вызывает силу магнитного взаимодействия, равную 2 на 10 минус 7 ньютона на каждый метр длины. Вот формула Ампера. Если И1 1 А, если И2 1 А, расстояние между ними метр, L равно 1 метру, тогда К2 равно 2 на 10 минус 7 ньютона. Это показания динамометра. Тут с очень малого, казалось бы, эпизода начинается жульничество Максвелла. Казалось бы, пустяк. Взятые не 10 минус 7, а именно 2 на 10 минус 7. Ведь цифра 2 подсунута специально. Без нее дальнейшее жульничество не состоится. Второе жульничество Максвелла. Итак, экспериментально установлено, что коэффициент пропорциональности К2 в формуле Ампера должно быть К2 2 на 10 минус 7 ньютона. Однако, затем с потолка вводится Мю нулевое. А это значит, что К2 увеличивает в 2 пи раза. Это уже не экспериментальная К2. Дальше больше. Весь коэффициент К2 предлагается записывать как 2, это Мю нулевое, раньше присутствовало, деленное на 4 пи. Таким образом, К2 фальшивая, не экспериментальная. Третье жульничество Максвелла рассчитано на невежество физики. Вот как определяется коэффициент пропорциональности К1 в формуле Кулона. Без эксперимента берутся фальшивый коэффициент К2 и придуманная гениальная формула Максвелла. Скорость света равна. Или скорость света в квадрате равна. В результате из них получается фальшивый коэффициент К1. Без придуманной формулы никак. Она вместо эксперимента. Однако, нет эксперимента, нет и коэффициента. Вывод. Коэффициенты К1 и К2 не являются экспериментальными. Они фальшивые, придуманные Максвеллом. Вот такова современная физика, якобы экспериментальная. Возникает вопрос. Раз коэффициенты пропорциональности, единичные силы в формулах Кулона, амперов, фальшивые, придуманные Максвеллом. Тогда как это влияет на все расчеты, связанные с этими формулами? Ответ на этот вопрос находится в прочитанном разделе. В 17 веке и до середины 19 века коэффициенты пропорциональности отсутствовали вообще. И что? Да ничего. Все пользуются пропорциональным исчислением друг относительно друга. Например, Луна меньше Земли 81 раз. Плотность Земли 5,48 плотности воды. Это и сейчас осталось в астрономии и течительной физике. Плотность воды ведь принята за единицу. Теперь у вас коэффициенты пропорциональности в формулах к силовых взаимодействиях ошибочные, фальшивые. Ну и что? Как и в 17 веке получаются пропорциональные исчисления, но теперь уже относительно ошибочного, фальшивого коэффициента. Ничего особенного не произошло. Ведь жили же до середины 19 века с пропорциональным исчислением. Но наука это представление человека о природе. Согласитесь, ведь лучше, когда эти представления ближе к реальной природе, а не выдумывая очередным гением. Лучше будет, если коэффициенты будут экспериментально полученные. Но чтобы до этого добраться, нужна свобода научной информации и дискуссий. А пока все, что противоречит теории большого взрыва и теориям Эйнштейна, является лженаукой. Доставшись нам по наследству терминология крайне нелогична и противоречива. Например, термин электромагнитное взаимодействие. Это взаимодействие включает в себя два самостоятельных взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие между неподвижными зарядами – это электрические поля. Так и название должно быть электрическое взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие между движущими зарядами – это магнитные поля. Так и название должно быть магнитное взаимодействие. Слава Богу, что в этих терминах присутствует слово взаимодействие. Оно указывает, что взаимодействие может быть только между чем-то, два заряда, два проводника, то есть как минимум два взаимодействующих объекта. Если объект один, то и взаимодействовать не с чем, и никакого поля нет. Электромагнитное взаимодействие, электромагнитное излучение — это разные процессы в природе, а названия одинаковые. Это очень неудачно. А электромагнитных полей, электромагнитных вол в природе вообще нет. Электромагнитное излучение лучше называть просто излучение или фотоны разных диапазонов частот. Как получилось такое, что электромагнитных полей в природе нет, а математическое описание есть с 1864 года? Это произошло от того, что физику стали подменять математикой, а дискуссии запрещены. В математике появляется электромагнитное поле. Правда, исходные уравнения, фальшивые. Его хотят перенести в физику и перенесли. Но из природы все осталось по-прежнему, и сколько лет себя дурачили. Ведь надо сначала электромагнитное поле обнаружить, и только потом, изучив процесс, описывать его в математической форме. Вызывает сожаление тот факт, что если раньше вас заставляли учить и сдавать экзамены по ошибочным теориям и формулам, запутанной терминологией, то теперь это заставляет делать ваших детей и внуков. Не будьте к этому равнодушны. Постарайтесь в этом разобраться и сделать соответствующие выводы. Задайте себе вопрос, почему в науке физики запрещены дискуссии? Кому это нужно? А вот кому. Прочитав мою книгу, вы увидите, как много очевидных ошибок в физике. Насколько запутана терминология, не говоря уже об астрономии и астрофизике. Все. Спасибо. Есть еще один доклад, быстрый тоже. Скажите. Если хотите. Вы поняли, что доробождение какое-то. Здесь. Семен, да. Нет, разберись лучше сначала. Я думаю, понимаете, такое, что... Ты в Англию послал это? Нет. То, что надо ревизовать электромагнитизм, у меня сомнений нет. Потому что действительно очень много чего. Но я не совсем уверен, что я на этой основе. Скажи, пожалуйста, что такое фотоник? Фотоник — это продукт распада фотона. Фотон летит в пространстве и совершает колебания. С каждым колебанием теряется энергия, масса. Это эфирная частица. Почему вы решили, что он летит в пространстве и совершает колебания? Фотон? Ну, я с официальной наукой не совсем, чтобы в разрыве. Значит, частота — это колебания фотона. Частота — это колебания фотона. Если фотон... В летящем фотоне это может быть расстояние между соседними, так сказать, этими самыми, но... Амплитудами? Да, например... Нет, амплитуд никаких не бывает. Фотон — это не волна акустическая, где молекула за молекулой тянут. Ну, передают движение колебательное. А это частичка, которую в 1900 году планк вам преподнес, как квант, частица. Но эта частица, она материальная, имеет массу. Она летит в пространстве и совершает поперечные колебания. В любом пространстве поперечные колебания, в любом пространстве, невозможны вообще. Это ваша точка зрения. Я вам объясню, что если вы ударили сюда, энергия пошла туда, а никак не туда. Энергия не ходит, летает только масса. Вот масса оплотения пошла туда, а не туда. Нет, масса летит в фотон, никакого уплотнения никуда не идёт. Уплотнение идёт — это звук, это акустический. Вам вот был доклад, всё время подсовывает вот этот гудок. Ещё раз. Для того, чтобы были поперечные колебания, должна быть восстанавливающая сила и, так сказать, упругая восстанавливающая сила. Но, значит, мы, это самое, ей поперечным отношением не обвиняем. Сейчас скажу. Вы представляете, кто гонит фотон? Минуточку. Я представляю. Кто? Ещё раз я говорю, у меня нарисованный фотон, он нарисовался. Нет, кто так, а вы скажите, вы меня сложите, два слова скажи, и вы тоже два слова. Нарисовались структурами. Нет, не нарисовались словами, кто гонит фотон. Почему он летит за скоростью 300 тысяч? 300 тысяч. Да, это науке неизвестно, тоже неизвестно, что мы только можем замерить частоту, то, что он колеблется. А волновое свойство проявляет тогда, когда эта колеблющая частица подлетает к диферационной решётке, хочет, это самое, на край попадает диферационной, смотря какая у него амплитуда, он цепляется на диферационная картина. Это волновое свойство, это не волна. Волна в окустоте. На громождение очередных постулат. Нет, постулата вообще нет. Да, вот вообще нет. Так, ваш вопрос. У вас где-то на странице 10 сказано, поток зарядов между двумя зарядами. Вот это что-то непонятно. Эфирных частиц, не зарядов. Нет, нет, ну у вас там чётко сказано, поток зарядов между двумя зарядами. А, да-да-да, электроны, у вас есть избыток, что такое электрический ток? С одной стороны у вас избыток зарядов, с другой стороны недостаток, ну это генератор нам делает это самое, и электроны движутся от одного заряда к другому. Поток зарядов между зарядами. В смысле, это скопление зарядов или чё-то, один и тот же термин. И говорят, поток зарядов между двумя зарядами. Так уж получается. Потом мы это отшлифуем. Ещё раз, что вы сделаете потом? Так, ещё вопрос есть ещё? Так, вопросов больше нет. Значит, уважаемые товарищи. На сегодня у нас... Так, момент. На сегодня у нас доклады черпаны. Если кто-то хочет устроить дискуссию, в 353... Если нет докладов, давайте... Есть ещё один доклад, если хотите. Откровенно говоря, я... Короткий. Нет, давайте проголосуем. Я лично не хочу. Ну, значит, кто за то, чтобы ещё один доклад послужить, это уже автор. Саша один. Нет, ну давайте высоты там. Потому что нападки на Москву совершенно необоснованные. Давай, давайте, давайте вопросы. Так, давайте вопрос. Вот у нас действительно есть очень такой спорный доклад. У нас ещё есть полчаса времени. Да?